Друзья, всем привет! Если вы видите меня, значит вы наивливший в шеф-ченнел. Кстати, очень хороший выбор я вам хочу сказать, потому что только на моем канале вы получаете то, что хотите. Вы хотите вкусно, нажористо, недорого и быстро. Само собой, я же читаю комментарии и получаю от вас заявки. Наступила осень, не самая любимая пора почти всех жителей России. Дожди, ветра, холодно и иногда в эту погоду согревает что? Не только дом, не только наши вторые половинки, но и еда. Поэтому есть такое понятие, как суп. В нашей российской кулинарии их большое множество, но вы просите еще более классические рецепты мировой кухни. Такие как буябез, сделаем, но это все-таки уже более летние истории. Просили венгерский суп гуляш, велкам, сделал. Том ямы, делал, грибные похлебки делал. Че не делал, это то, что многие просят. Луковый французский суп. Я хочу вам сказать, что луковый суп это как синдром борща. Я как профессиональный шеф знаю миллион рецептов лукового. Ну ладно, не миллион, но 26 уж точно. Вопросов нет, я вам покажу луковый суп тот, который умею готовить я. И самое главное, это был один из первых супов, которым меня научил настоящий француз. Я уже вам рассказывал про своего учителя Патрика Пажеса. Вы будете удивляться некоторым позициям, таким как соус демиглас. Это английское его название, по-французски называется соус жю, жю, жю. Мы добавляем для цвета и для усилителя вкуса жю. Это соус, который продается в порошковом состоянии, его надо разводить водой, либо бывает в магазинах, а тем более в моем любимом метро Кэшн Керри он может продаваться уже жидким. Это основа мясных соусов. Также не удивляйтесь, что у меня стоит сухой куриный бульон. Очень скептически иногда отношусь к такой именно химозе. Если меня шеф-француз так научил, и я так уже готовлю более 20 лет, значит все-таки надо его добавить. Луковый суп, помимо того, что надо его приготовить, сварить, его потом еще и запекают. Вот это является неотъемлемой частью правильного лукового супа. Если вам во Франции или где-то в России будут подавать просто в тарелки луковый суп, и там будет плавать гренка, как неопознанный летающий объект, шлите их нахер. Ужасная подделка, ну прям ужасное днище. Залог настоящего французского духа. Тем более здесь лев и в лев. Многие мои коллеги нарезают лук полукольцами, но меня, как я уже говорил, француз учил нарезать перьями. Если мы луковицу разрезаем и ставим вот так, это будет полукольцами. А перьями, когда мы ставим так, не надо нарезать лук тонко, обязательно где-то толщиной 2-3 миллиметра. Еще один очень важный момент. Готовить мы будем на масло борхес классик. Кстати, масло борхес классик готовится только в Испании из настоящих оливок. Это масло еще очень хорошо подходит для жарки, тушения. Вот то, что мы как раз будем делать с этим луком. Привет, друзья! Кто смотрел первую часть за кадром адской кухни пятого сезона, тот знает, что там я разыгрываю крутую джинсовку. Борьба за нее развернулась нешуточная. Спасибо всем за участие в конкурсе. Кто же тот счастливый обладатель бомбической джинсовки? И это красавчик. Поздравляю! В бутылках есть очень удобный дозатор. Подсказывает, как вы хотите лить это масло. Либо в салат капать капельками, либо как в данном случае, чтобы оно лилось рекою. Переворачиваем дозатор. Масло должно быть достаточно. Для лукового супа я масло налью, наверное, 2 сантиметра в слой. Сразу лук сюда начинаем погружать. Очень многие мои коллеги зажаривают репчатый лук прямо вот до черноты. Да, у лука есть такая способность, что в определенном моменте в тепловой обработке он начинает кармелизоваться. Из него начинает выходить небольшое количество глюкозы. Не имеют права так делать. И настоящий луковый суп, вот прям вообще пипец настоящий, который помнят французы, люди. Они как раз, да, очень сильно зажаривают лук. Я – нет. Меня научил шеф делать так, чтобы лук был очень вкусным и, самое главное, он был прозрачным, чтобы из него вышли эфирные масла, чтобы он не был очень сильный на вкус, но при этом все полезное, что в нем есть, своя нотка, она, соответственно, оставалась. Мы будем лук жарить до золотистого цвета. Не спеша, при среднем огне, постоянно помешивая. Луковый французский суп, который базируется только на луке, он не должен быть жидким, как куриная лапша. Должен быть суп с луковой гущей. Когда вы поедите луковый суп, вы должны аж даже вспотеть. Те продукты алкогольные, в том числе, как вино, коньяк и самый главный афродизиак мускатный орех начнут правильно работать, то у вас даже пот выйдет. Поэтому такой суп очень и хорош в промозглую погоду, вот осенью, зимой. Сначала он дал очень большое количество сока, потом сок весь этот выпрел. Сейчас вы можете видеть, что он уже золотится, масло начинает уже пузыриться и лук сам по себе становится прозрачным, его уже яркость вся ушла. Нам не нужно, чтобы лук карамелизовался, лучше постоянно мешать, дабы, чтобы он у нас был одного цвета. Когда вы его нюхаете, вы чувствуете сладость лука, но нету масел, которые начинают слезить на глаза и вы ярко чувствуете вкус. Прошло где-то, наверное, минут 12 с того момента, как я начал лук прижаривать. Мне нужен куриный бульон, как я и сказал, он сварил его на цыпленке. В первую очередь я начинаю вливать сюда белое вино. Вину надо обязательно выпариться, чтобы осталась эта благородная кислиночка. Видите, мутняк начинается. Куриного бульона вливаем столько, сколько нужно, но не забываем о том, что я вам говорил, что луковый суп это должна быть такая густая текстура. Перед тем, как заправлять специями, надо обязательно снять масло, потому что иначе мы будем снимать масло вместе со специями. И у супа не останется никаких тех ароматных ноток. Не знаю, переносит ли камера это, я вижу отслойку. Ну вот как у воды, когда она покрыта льдом. Я здесь вижу масло, а потом уже вижу весь суп. Масло, когда расходится, видите, начинается видно внизу лук. Поэтому начинаем снимать вот так вот масло. Оливковое масло борхес. Правильный и удачный баланс между рафинированным и нерафинированным оливковым маслом. Но это лишь только борхес классик. В слоях лука скопление этого масла. Поэтому сняли, дали немножко постоять. Потом опять взяли, помешали. Лук опять отдал масло, которое впитал в себя. Кто был во Франции и пробовал настоящий луковый суп, он безумно горячий всегда. Если он гипергорячий, долго не остывает, вы даже обжигаетесь. Это как раз либо повар-халтурщик был, мало снял масла, либо вообще не сняли. Видите, вы уже можете понимать, что нету такого достаточно яркого отслоения, которое у нас с вами было. Видна жидкость, сразу видны вот эти вот небольшие масляные разводы. Вот какое количество масла. Слегка уменьшаем огонь. Несколько важных ингредиентов. Соус демик. Будьте внимательны с солью, слишком много не добавляйте в сухой куриный бульон. Очень важный продукт – это мускатный орех. Можете использовать молотый мускатный орех, но он должен быть очень хорошо закрыт, потому что как мускатный орех, так же как перец и многие другие специи, они выдыхаются. Вот обратите внимание, знаете, что все специи у меня закрыты. Добавьте столько, сколько вы считаете по наитию. Попробуйте и только лишь потом начинайте добавлять. Он должен быть не горький, а чувствоваться. И как раз мускатный орех будет разгонять вашу кровь. Видите, какой сразу цвет после добавления демика и всего остального? Бульон, лук – все стало такого темного цвета. Но в большом количестве Брессале и многих других кафешек и ресторанов в Париже вы можете пробовать, чтобы он был черный. Не самый лучший, поверьте мне. Как всегда, я попал. С песами говорим спасибо. Мускатный орех убираю. Очень хорошо перемешиваю. И теперь один важный момент. Французская кухня вся базируется на трех основных алкогольных напитках. Это шампан, кок-нак, ну и, конечно, это вино. Для теплоты букета и аромата мой шеф-учитель всегда добавлял немножко коньячку. А я не буду далеко отходить от своего учителя, потому что считаю, что этот рецепт просто-напросто лучше. И даю пропариться буквально в течение двух минут при среднем огне. Здесь сейчас кипеть уже ничему не надо. Как французы говорят, он для бодрости вкуса. Нереально круто. Правда. Все. Суп готов. Но его еще надо правильно по-французски подать. Поэтому переходим к столу. Видите, какой он в меру густой. Он не может быть, еще раз повторяю, жидким. Если вы такой суп нашли, скажет вам о том, что это не самая лучшая подделка. Ну или копия, чтобы никого не обижать. А то все-таки обидчивые иногда бывают. Вы берете форму для салата. Мы уже не раз с ней работали. И вот такие вырезаем с вами кружочки. Вот это можно не выбрасывать. Кто-то себе сделает сухарики. Если, соответственно, кольца нету, то ничего сложного. Берете и вырезаете ножом. Но если хотите, чтобы у вас все было красиво и хорошо, и вы удивили своих друзей, близких, то лучше, конечно, использовать резак. Ни в коем случае хлеб не надо сразу класть. Вы же знаете, да? Это же принцип сэндвича. Если мы сразу сейчас положим, он обмокнет и упадет. Бросаем его в духовку и слегка его подсушиваем 2-3 минуты до хрустящего состояния. А вот теперь мы кладем эти гренки поверх супа. И здесь мы используем тот сыр, который вы любите, либо который есть. Лучше, если это есть пармиджано и мента, либо ассорти сыров. Сыра, коллеги, друзья, должно быть много. Вот видите, сколько я кладу. Открываю духовку. 240 градусов, верхний жар. И теперь ждем, когда запечется до нашей любимой золотистой корочки. Вот здесь вот мы с французами почти одинаковы. Любим, чтобы было все жирно, нажористо и с золотистой корочкой. В лучших домах за границей именно так и подают, чтобы вот здесь вот были эти следы, вот в этой посуде. Важно знать, что сразу не надо пробовать. Дайте ему немножко остыть. Он горячий-горячий, но вкусный-вкусный. Кто-то достает гренку в прикусочку. Настоящие французы, они греночку начинают вот так вот по кусочку-по кусочку брать вместе с луковой гущей, ну и конечно безумно ароматным бульоном. Друзья мои, всем спасибо. Вы просили, я приготовил классический луковый французский суп. Хочется теперь его стрескать вместе с вами. Так что, друзья мои, всем приятного аппетита, или как говорят французы, бон аппетит. До новых вкусных встреч на Ивлев Шеф Ченнел. Пока-пока!